Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире Ромж ТВ. Меня зовут Татьяна Чижикова. Почти каждый человек, наверное, хоть раз в своей жизни задумывался о проблеме бедности. Что сделать в стране, чтобы искоренить эту проблему, повысить уровень жизни? И возможно ли сделать это в нашей стране уже сейчас? Ответы на эти вопросы мы сегодня узнаем от эксперта по государственному строительству Андрея Анатольевича Бугакова. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте, Татьяна! Итак, как же сделать народ России богатым? Богатым. Ну, тут вообще следует бы сначала разобрать, что означает этот термин, потому что, ну, что это такое? То есть ни в чем не нуждаться, или иметь миллион долларов на счету, или, может быть, вообще быть духовно богатым, или нравственно богатым, при этом не иметь ни копейки за душой. То есть это достаточно такое, слишком широкое понятие с точки зрения общественного строительства. Если под богатством подразумевать все-таки, ну, большее количество собственности, то почему же вы, Татьяна, считаете, что народ России не богат? Он вообще-то богатый. Как? Можно открыть список Форбс и посмотреть, сколько там русских фамилий. Но ведь богатые лишь единицы. Ну да, единицы. Но в своем вопросе вы не сказали, чтобы сделать весь народ богатым. В принципе, это, ну, такое невозможно. А вот если говорить о том, чтобы большинство не было бедными, как сейчас, то тут уже как раз стоит поговорить о причинах такого положения дела. Когда какая-то часть общества имеет в тысячи раз больше благ, чем большинство, то это, соответственно, влияет на восприятие личного благосостояния. То есть такие люди чувствуют, ну, то самое большинство, которое получает меньше, они чувствуют несправедливость по отношению к таким богачам из-за как раз большей имущественной разницы. И поэтому как раз именно нужно говорить об имущественной разнице, точнее, о ее сокращении. Чтобы разница между верхними экономическими слоями населения и нижними была минимальна. И при этом тот, кто получает минимум, то есть он понимает, почему он получает минимум. И знает, что ему нужно сделать для того, чтобы получать больше. И при всем при этом он должен понимать, что это для него является доступным. Ну, например, человек работает слесарем на заводе, получает 50 тысяч рублей. А его начальник на этом же заводе получает 100 тысяч рублей. Так вот, если этот работник, слесарь, получит, например, высшее образование, отработает, скажем, 5 лет стажа, то, соответственно, после этого он тоже может стать начальником и с такой же зарплатой 100 тысяч рублей. То есть слесарь должен понимать, что он должен сделать для того, чтобы получить больше. А вообще, если посмотреть шире на все на это, то в капиталистических идеологиях имущественная разница разогнана до космических масштабов. То есть когда директор завода получает не в 2 раза больше, не в 4 раза больше, а в 1000 раз больше, чем тот же работник на этом заводе. Отсюда как раз и есть то чувство несправедливости у этих работников по отношению к таким директорам. Ну, или к собственникам, да. То есть имущественная разница – это разбег в данном случае зарплаты в обществе от минимума до максимума. И чем этот разбег меньше, тем, соответственно, ощущение несправедливости будет меньше в обществе. Поэтому я бы здесь мыслил не категории материального богатства, вот как нам навязывают капиталисты, а все-таки категории справедливого распределения благ в обществе. То есть само по себе, вот если разобрать понятие блага, это удовлетворение потребностей человека, которые вызваны желанием получить какие-либо товары, услуги или отношения. И здесь ключевой фактор как раз – желание. То есть если какое-то там имущество, услуги или отношения получены человеком без желания, то для него это уже не блага. А распределением благ в обществе занимается система. И есть даже специальный термин, то есть формула распределения благ, которая как раз и отражает сам принцип наделения благами разных слоев населения. То есть, ну, вот, например, сегодня в России капиталистическая формула распределения благ. И звучит она следующим образом – у кого больше собственности, у того, соответственно, больше и благ. А на что направлена такая формула? Как она распределяет блага среди общества? Ну, на ум, в принципе, приходит у меня один такой пример. Это заявление Нулан, которое как-то сказало, что Соединенные Штаты Америки должны сохранить свое мировое лидерство любой ценой. Вот, сейчас именно США и являются как раз источником капитализма в мире. То есть, те самые космические бюджеты на расширение НАТО, на военные конфликты, госперевороты в десятках стран, то есть, они организованы Соединенными Штатами для лишь одной цели – чтобы сохранить свои ценности. То есть, блага собственников Соединенных Штатов Америки, то есть, американских олигархов. И с такой формулой распределения благ, которую мы обсудили, в перспективе можно вообще забыть о каких-либо социальных гарантиях, пенсии и, в принципе, даже о долговечности выпускаемой продукции. Так как по закону капитализма, больше капитал всегда поглощает меньше. То есть, имущественная разница будет всегда расти, то есть, со всеми вытекающими из этого последствиями, в том числе и касаемо качества продукции. Ну вот, можно привести пример, я думаю, молодые люди, ну и старшее поколение мужчины, в принципе, знают, о чем я говорю. Еще 20-30 лет назад, то есть, качество автомобилей с точки зрения их долговечности было гораздо выше. То есть, ну, был такой термин «двигатели-миллионники», то есть, когда автомобиль мог проехать миллион километров без там особых проблем, ну, только техобслуживание периодически делать, своевременное, и, в принципе, все. А сейчас автомобилестроение создают машины, которые способны проехать, ну, там, минимум 100-150 тысяч километров. И такого пробега хватает, ну, на 5-7 лет максимум. То есть, что тут важно? То есть, собственнику завода, в данном случае, выгодно, чтобы машина как можно быстрее пришла в негодность, чтобы человек купил новый. То есть, чтобы он еще раз потратил деньги и обогатил собственника завода. То есть, вот это и есть сама суть капиталистической формулы распределения благ. Получение максимальной прибыли любой ценой. То есть, здесь вот каждое слово важно. И вот в такой формуле распределения благ все блага, в конце концов, перетекут в руки крупных собственников. А народ, естественно, в таком случае обнищает максимально. И эти самые олигархи, в руках которых будет максимальное количество благ, оставят остальному народу, то есть, такой минимум, который, в принципе, им будет достаточно только для того, чтобы выжить. Но, соответственно, никак не процветать. То есть, другими словами, имущественная разница в капиталистических идеологиях будет, ну, вообще она постоянно растет. То есть, это закон. И, вот, то есть, ну, основываясь как раз на такой формуле распределения благ. Потому что сама формула диктует получать именно максимальную прибыль и именно любой ценой. Я так понимаю, что формула распределения благ должна быть прописана в Конституции. Но в нашей Конституции, насколько я знаю, формула не прописана? Ну, да, она не прописана. Конечно, напрямую вообще формула распределения благ может быть прописана только в государстве социалистической идеологии, то есть, в справедливом обществе. А в условиях капитализма, как и в нашей стране, собственно, это сделано немного иначе. То есть, сами частички этой формулы размазаны по всей Конституции в виде самих основ капиталистической экономики. То есть, это и дробленная правосубъектность народа, и частная собственность на землю и недра, и отсутствие народа учредителя, то есть, статуса учредителя государства. Ну, и много, в принципе, чего другого. Мы это разбирали на прошлых эфирах, кому интересно, могут посмотреть. Наверное, вы с прошлой эфира, да, закрепите в комментарии или в описании, чтобы зрители могли посмотреть. Так вот, в принципе, вот это самое мы видим в реальной жизни. Представьте, если капиталистическая формула будет как раз прописана напрямую в Конституции. То есть, народ же ее бы не принял, точно, потому что она отражает саму суть. Она достаточно проста и понятна. А в России, по факту, уже 30 лет живет с такой формулой распределения благ, а юридически с 93-го года, когда, соответственно, была принята Конституция на референдуме, то есть, всем народом. То есть, за такую формулу распределения благ голосовал народ. Ну, да, там обманули, не разобрались и прочие там всякие варианты, да, что говорят люди, почему они голосовали за эту Конституцию. Но все равно это не отменяет того, что мы живем при капиталистической идеологии, и которые направлены как раз на перетечку благ от всего народа в небольшую кучку как раз тех самых олигархов. А разве в Советском Союзе было иначе? Ну, да, в СССР, допустим, если взять Конституцию 77-го года, статья 14 как раз говорила о том, что в СССР осуществляется принцип социализма. От каждого по его способности, каждому по его труду. То есть, это записано четко, то есть, это прям формула распределения благ, которая записана четко в Конституции 77-го года СССР. Правда, в этой формуле распределения благ не учитывался управленческий труд, только физический. Но, в принципе, на тот момент времени такая формула распределения благ считалась справедливой, так как каждый, то есть, тут какой принцип, каждый человек вносит по своей возможности посильный вклад в общество, а общество, соответственно, взамен награждает его соразмерно его трудовым вложением. И, если углубиться дальше в историю, то, в принципе, такая же формула распределения благ была и в Конституции 36-го года, только в 12-й статье. Кстати, как раз Сталин такую формулу предложил. То есть, именно Сталин заложил социалистические принципы в Советском Союзе. А вот как раз до Конституции 36-го года, начиная с самого создания СССР, страна жила по марксистской коммунистической идеологии, где формула распределения благ немного отличалась. Звучит она так. От каждого по его способности, каждому по его потребности. То есть, каждый человек по своим способностям вкладывает в общество, но абсолютно любой, даже тот, кто не вложил ни доли процента, все равно получает все, что захочет. То есть, отчасти именно поэтому сам коммунизм считают утопией. Потому что такая формула распределения благ, ну, она является ошибочной для построения справедливых отношений, так как ведет к развитию потребительского общества. То есть, каждый получает, то есть, точнее, потребляет. То есть, каждый потребляет не потому, что в этом нуждается, а потому что может, потому что хочет, например, выделиться перед другими. Да и, ну, вообще государство удовлетворить потребности каждого человека в таком случае просто не сможет. Это невозможно. Кто-то вообще может стать паразитом на теле общества и только заниматься и потреблением одним, при этом не вкладывая ни доли в само общество. А что будет, если советскую формулу распределения благ применить уже сейчас? Народ станет жить богаче? Татьяна, пропали. Пропала картинка, пропал звук. Аппаратная? Звук есть. Ну, в принципе, если звук есть, можете задать вопрос. Я пока начну дальше рассказывать. Я думаю, эфир-то идет. Зрители смотрят. Что будет, если применить сталинскую формулу распределения благ уже сейчас? Народу станет доставаться больше? Так, ну, во-первых, применить одну формулу без всей социалистической идеологии, в принципе, невозможно. То есть, все социалистические принципы идут с формулой в базовой комплектации. И друг без друга они работать не будут. Ну, здесь я имею в виду как раз три основных базиса, которых мы подробно разбирали в предыдущих эфирах. Можно там, соответственно, будет посмотреть. Ну, и, соответственно, сама социалистическая система, которая позволит реализовать все это. Здесь уже нужно будет, в принципе, решать, куда двигаться государству. То есть, в сторону капитализма или все-таки в сторону социализма. Ну, или более простыми словами, понятными для людей, государство будет работать в интересах малой группы лиц, олигархов, либо в интересах всего народа. То есть, капитализм, социализм. Ну, и опять же, как я уже говорил до этого, сталинская формула расплеления благ не будет эффективно работать в современных условиях, так как в ней не учитывается управленческий труд. А это самое главное. Кстати, эту ошибку даже и в Советском Союзе было заметно. Тогда люди шли учиться на управленческие должности и выбирали рабочую профессию. То есть, не шли учиться на управленческие должности, а шли работать именно рабочими, обычными. Потому что рабочий больше получал. Просто простая схема. Вот таким образом как раз качество управленцев в СССР деградировало, и частично это как раз и повлияло на его разрушение. А может ли сегодня быть такая формула распределения благ, которая бы учитывала интересы всего народа? Ну, в принципе, да, может. Но, опять же, это обсуждение, то есть обсуждение такой формулы должно проходить среди всех слоев общества, чтобы каждый член общества был удовлетворен такой формулой и чувствовал бы ее справедливой. Здесь как раз интересен опыт Китая, например. Там они взяли чисто сталинскую формулу распределения благ. Но отдельно для управленцев создали специальные компенсационные механизмы, чтобы они как раз не чувствовали себя обделенными. Но вообще, в принципе, это можно это и учесть и в самой формуле распределения благ. Ну, например, если она была бы, то есть звучало бы так. От каждого по способности, каждому по заслугам перед обществом. Чтобы, соответственно, каждый член общества получал благ ровно столько, сколько заслужил. То есть самый простой механизм. В таком случае как раз можно построить и такое общество, где каждый его член будет чувствовать справедливость в части распределения благ. А что нужно сделать для того, чтобы поменять формулу распределения благ в нашей стране? Поменять на более справедливую? Ну, здесь в первую очередь это, наверное, вопрос народной воли. То есть в стране должна появиться такая политическая организация, которая как раз и предложит новую идеологию, отличную от нынешней. Раз мы в данном случае как раз говорим о социалистической идеологии, то именно как раз такую формулу распределения благ такая политическая организация должна и предложить. Каждому по способности и каждому по заслугам перед обществом. И, соответственно, народ должен проголосовать на выборах за такую политическую организацию. И та уже опираясь, соответственно, на волю народа должна инициировать референдум по изменению государственной идеологии. Народ уже, соответственно, должен проголосовать на референдуме за эту идеологию. И в итоге это уже приведет к тому, что сама Конституция будет уже изменена полностью, основываясь на новой идеологии. И это приведет к тому, что все законы в стране, основываясь на новой Конституции, будут тоже переписаны. И таким образом, после уже проведения всех реформ, после изменения структуры государства, весь народ уже может, уже не может, а будет жить в справедливом обществе, где будет уже учитываться вклад каждого человека. Спасибо, Андрей, за развернутый очень ответ. Было очень интересно. Спасибо за то, что участвовали в нашей программе. Спасибо, Татьяна, спасибо, зрители. Очень приятно с вами было провести время, провести такой диалог интересный, у вас очень хорошие вопросы. Спасибо вам и, надеюсь, еще увидимся довольно-таки скоро. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok